Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, по торговле, по новостям, как мы видим, 15.00 у нас основная задача, вернее, не задача, посмотреть, что, собственно, по фунту происходит. По фунту, как мы видим, практически все без изменений. Я не думаю, что будут какие-то движения, собственно, по фунту, и если даже какие-то задергии будут, то такие движения лучше не ловить. Почему? Потому что это, как я уже неоднократно обращал внимание, это спекулятивное движение, и лучше их отрабатывать немножко позже. Тем более, что, я думаю, основные моменты, основные движения будут немного позже, в 15.45, когда будет выступление главы банка Англии, Карни. Тогда, возможно, он прольет свет, собственно, на то, что тут сегодня происходило, по поводу ставки, по поводу всех нюансов, вопросов, и дальше уже сможет тогда, возможно, задаст тон, скажем, для роста, либо же для снижения. Вот, так что лучше все-таки дождаться именно этого момента, ну и на 16.30 немножко статистики по США, безработица, да, и, собственно, индекс производительности за квартал, да, вот, скажем, такие моменты. Что ж, это все, что на сегодня нас ждет по фундаментальному анализу. Можем сейчас посмотреть, что по технике, что происходит на рынках. Так, сейчас пока открыта позиция у меня по евро-доллару. Просили с фунта, давайте начнем с фунта, да. Вчера был просто мега-день, да, мега-рост, как вы видите, росло все, что только можно было расти, все, что пошло в рост. Вот, я думаю, что сегодня, возможно, все это дело подкорректируется, завтра на нонфармах, я думаю, мы откорректируемся обратно туда, куда пришли. Ну, по крайней мере, пока такие предположения, касаемо самих нонфармов, которые будут завтра, да, первая пятница месяца, я уже буду рассказывать ближе к выходу самого показателя. Тогда можно будет по рынку что-то и предположить и увидеть, да, но на текущий момент, что мы можем сказать. По фунту я думаю, что данная тенденция на рост продолжится. Я думаю, что потихоньку начнет расти. Но, опять же, хочу обратить внимание, что по статистике, да, то есть то, что выходило, ну, абсолютно ничего не поменялось. То есть как стояла, так и стояла, да, ставка. Поэтому надо обращать внимание именно на выступление, на речь самого главы Банка Англии, который может что-то дополнительное сказать или рассказать. Ну, а на текущий момент пока по фунту, думаю, что продолжим расти, по крайней мере, к текущему максимуму, возможно, и подберемся, да, подкарабкаемся к текущему максимуму. Вот что, собственно, ждет сейчас пока по фунту у нас, да. Больше, если брать больше таймфрейн, тот же, по сути, никак ситуацию в корне не меняет. Я думаю, что продолжим потихоньку расти, даже после слов, после выступления главы Банка Англии. Так что по фунту пока такая картина, пока такая история. По евро-доллару, что можно сказать? Открыл я сейчас сделку. Открывал сделку, можно сказать, такую скальперскую, маленькую, да, короткую, вот. Но пока не совсем удачно все это дело идет. Находимся пока в просадке, да, но открывалось, собственно, на движение от уровня, которое не состоялось. Хотя, возможно, еще до стопа, мы до моего не дотянулись, да, возможно, что вернемся мы к цели. И по цели, собственно, выставил уровень 11.50 примерно. Отметка, вот. Если брать в глобальном плане, если брать то, что там был такой огромнейший рост и так далее, да, что можно ожидать дальше по евро-доллару, что можно предположить. Вообще, вообще, надо, собственно, разбираться, да, за чего был рост. Никто вообще не знает, почему был рост. То есть много было различных там предположений, суждений, да, но дальше, дальше, как бы, версии, это все дело не прошло. Вот. Так, Константин, вопрос. Реальный счет – это не совсем реальный счет, да, это, можно сказать, демо-счет только на реальном сервере. Вот. Так что торговля идет, скажем, при реальных боевых условиях, но сам счет – это, там, не личные мои деньги и так далее. Вот. То есть, что касаемо данного счета. Вот. Продолжаем, да, по евро-доллару. Если еще какие-то вопросы будут, задавайте, пишите, постарайтесь на них ответить сразу же, да. Вот. Что касаемо евро-доллара, если брать ту же дневку, посмотреть по целям, я думаю, что подходим мы к хорошей области даже на дневках, на уровне, от которого можно будет и откорректироваться, да. Единственное, что насчет коррекции, опять же, ставку делаю больше на выход завтра нонфармов, показатели нонфарма, и от них уже можно будет, что называется, присать дальше, да. То есть, пока расчет именно такой, да. Вот. Вот. О, боже. Так, потянуло немного не то. Ладно, потом поправим. Собственно, примерно вот она, отметка уровня, да. То есть, по сути, мы уже торгуемся на уровне, да. На данном уровне, если брать под дневки, и стоило бы ожидать, скажем, откат, по крайней мере, непродолжительного, кратковременного отката, да. Дальше уже тогда делать какие-то планы, строить какие-то планы на дальнейшее движение. Так что, я думаю, что рост, если и будет сегодня какой-то рост продолжится, то совсем незначительный, и, скорее всего, будем мы корректироваться пониже. То есть, по евро-доллару пока такие мысли и такие взгляды именно на данную валюту, вот, на данную валютную пару. Дальше давайте посмотрим по швейцарцу. По швейцарцу, в принципе, все то же самое, практически на обратную сторону. Обратите внимание, да, уровень практически почти единица, да, то есть, подошли мы кверху. Я думаю, что потихоньку есть смысл искать развороты от этого уровня, по крайней мере, искать сигналы на разворот, да. То есть, видим, раз ударились в уровень, отошли, второй раз ударились, и потихоньку начинаем разворачиваться. Можно, собственно, ждать подтверждения и пробовать заходить в ланги от этого уровня. Вот, а дальше уже смотреть, собственно, насколько и в какую сторону, да, и насколько мы будем корректироваться от данного уровня. То есть, так что больше пока ожидаем небольшой отскок, да, от этого уровня, а по силе отскока уже будем смотреть, что и как будет происходить. Так, Эдуард в комментариях. Да, зашел по евро, но зашел очень коротенькими пока позиции. Все, я думаю, что основной супер-шорт, да, супер-продажа будет завтра перед нонфармами. Вот, посмотрим, будет ли где нам взяться, за что подступиться, скажем, к тем же продажам, да, которые, в принципе, планируя, что завтра будем откатывать. Ну, по крайней мере, пока сегодня, я так считаю, да, завтра ближе к самой новости, ближе к самому выходу, посмотреть настроение рынка. Возможно, мое мнение кардинально поменяется, да, поэтому загадывать не будем. Вот, ну, а по швейцарски пока, думаю, что будет небольшой откат наверх. Напомню, что евро, доллар, доллар швейцарский, франк, скоррелированные валюты обратно скоррелированные. Если кто-то растет из этой пары, то, соответственно, следующая валюта, валютная пара снижается. И наоборот. Так что, если по евро, доллару мы ждем продаж, да, то очевидно и понятно, что по франку стоит смотреть на евро. Вот, ну, по крайней мере, пока такие мысли, такие взгляды. По франку заходить еще рановато, ждем подтверждения разворот на этом уровне. И дальше уже будем принимать какие-либо действия, какие-то попытки дальнейшие, да. По фунту, опять же, повторюсь еще раз, ждем выступления главы Банка Англии в 15.45. Выходит, он, по идее, должен разъяснить всю картину и объяснить, да, то есть, что имелось в виду и так далее и тому подобное. Но, как всегда, на пресс-конференциях очень часто рассказывают такие детали, о которых там не отображены где-то в отчетах. И имеем мы дальше то, что имеем, что называется. Так что пока по фунту такие мысли. Ну, в целом уровень держится, да, то есть, многие уже этот уровень увидели. Многие его для себя отметили для торговли. Собственно, от этого уровня и надо писать в дальнейшем. Если на выступлениях мы идем ниже этого уровня, то, соответственно, можно с этого уровня будет продавать. Продавать, собственно, до границ следующего уровня, то есть до данного уровня 1.44.47. Вот. Так, Эдуард пишет, вчера на хлебном дне поели, мне только кусочек урвать удалось. Ну, кому-то удалось урвать, кому-то не удалось урвать, но вчера такие движения, конечно, случаются нечасто. Да, но бывают и надо быть к этим движениям готов. Вот. Так что по фунту пока вся торговля ведется исключительно на этом уровне и дальнейшие наши какие-то шаги и действия мы должны предпринимать, исходя из торговли именно вот этой зоны. Дальше давайте посмотрим по йене, что-то происходит, что не происходит, да. Йена также стоит, стала на хороший уровень, достаточно неплохо стоит, 117.65 примерно. И дальше надо смотреть, как с этого уровня будет торговаться. Есть предпосылки, думаю, что попробуют отрасти наверх, отрасти примерно до, собственно, до отметки 118.50 примерно, около 100 пунктов. Есть, конечно, коридор, да, куда можно дорасти, но пока-пока рановато еще говорить о покупках, еще подтверждений для разворота нет, да. То есть здесь то, что пока цена вниз не может пройти, это еще вовсе не означает, что она пойдет вверх. То есть возможно застопориться в боковике, да, либо наоборот отторгуется и дальше пойдет вниз. Так что пока по йене наблюдаем и от этого уровня можно ожидать подтверждения на покупке. И как только будет подтверждение на покупке, можно заходить в позиции. Так, евро пошел против нас пока, да, но похоже сейчас 11.84, 11.46. Вот, похоже, скоро схопнется позиция, ну ладно. То есть я надеюсь, что по евро-доллару сейчас пока в продаже никто не заходил, да. Объяснил, что это короткая, можно сказать, скайперская сделка. Вот, по йене пока настрой именно на рост, я думаю, что потихоньку мы начнем, начнем от этого уровня разворачиваться и начнем расти. Но в любом случае еще рановато заходить для позиции еще пока рано. Да, ситуация непонятна. То есть цена легла на уровень, но дальше двигаться, дергаться пока даже не желает. Вот, австралийский доллар, можно сказать, звезда вчерашнего дня. Закрыл я пока позиции по австралийцу. Вчера удалось заработать порядка 120 пунктов на движение австралийцы наверх. Когда начался боковик, решил я прикрыться. Но, видимо, пока зря. Хотя, может и не зря. То есть прибыль зафиксирована, да, и особо переживать дальше нечего за позиции. Вот, решил пока перезайти, да, выложил отложку. Тут 71,87 примерно стоит цена, если я не ошибаюсь. 71,87,3, да, стоит отложка на покупку. Вот, собственно, по стопам стоп под 71,50 загоняем. И дальше можно ждать, да, ожидать дальнейшего продолжения роста, дальнейшего продолжения, собственно, движения наверх. Ну, это пока такие мысли, да. Вот, в любом случае будем смотреть, если цена от этого уровня не отобьется, начнет где-то в боковике торговаться, да, либо начнет потихоньку снижаться, тогда, возможно, придется закрыть позицию еще раньше того, как сработает у нас стоп лосс. То есть такое тоже может быть, и поэтому, что называется, можно ожидать и таких движений, и таких моментов. Вот, собственно, то, что хотел сказать сейчас по австралийцу, если брать глобальную картину, тут под нитком и так далее, я думаю, что небольшой откат ждем, и, возможно, дальше начнем мы карапаться наверх, царапаться наверх, да. То есть, возможно, что продолжим мы восходящее движение по австралийцу. Хотя, хотя, хотя уже прошли весьма-весьма много, 0,72 уже торгуемся, так что пока по австралийце такая картина. Вот, дальше давайте глянем по новозеландскому доллару. Вчера, конечно, я поторопился, да, закрыв позицию по нему, потому как, так все, по евро-доллару схопнулся наш стоп, ну, и бог с ним. Вот, еще раз подтвердил, что мы ему не правы. По новозеландцу, да, что можно сейчас садить по новозеландцу, пока лучше его не трогать. Да, я думаю, что мы немножко от 0,67 откорректируемся, откорректируемся в район 66,50 примерно. Вот, а дальше уже будем смотреть, да, то есть, как будет развиваться ситуация, что будет идти дальше. Вот, так что пока по новозеландцу каких-либо здесь действий не предпринимают, да, то есть, просто ждем, а дальше уже будет видно, да, так что пока, пока, пока лучше не заходить. Вот, такое, собственно, мнение, да, хотя, хотя может все, конечно, поменяться. Есть тоже дневку взять, посмотреть, что по дневке происходит 0,67 мы вкарабкались, да, на самом деле, когда я заходил еще по 0,65, я озвучивал эти цели 0,67, 0,67, 60, да, но, к сожалению, не смог до этих целей добраться, не смог этих целей удержать, да, но в любом случае, главное, что видел этот момент, из текущего уровня, если уровень смотреть по дневному графику, добрались до уровня весьма солидный, и как минимум какой-то ближайший откат, да, то есть, с этого уровня должен быть, поэтому можно посмотреть, и 0,67, тем более еще круглая цена, поэтому можно присмотреться к этому уровню хорошенько и подготовиться к продажам, подождать сигналов на продажу. Пока таких сигналов я не вижу, но в целом же, в целом, они могут появиться в ближайшее время, поэтому держите новозеландцы, что называется, на чеку, и смотрите внимательно, да, возможно, появится весьма хороший момент для продаж. Так, дальше, по нефти. По нефти здесь тоже интересный момент. Тут уровни мои отработались по нефти, которые на часовых графиках, но выше, обновить, скажем, хай, выше 36, запрыгнуть не получилось, да, максимум 35,70, и начали катиться, начали откатываться вниз, да. Вот, я думаю, что это пока просто, скажем, коррекционное движение по уровням, вот он у нас, вот он наш уровень, да, и надо смотреть теперь, как цена будет на этом уровне себя вести. Как мы видим, уйти ниже уровня пока не получается, но и наверх от этого уровня не уходит. То есть остается нам просто ждать и смотреть, как будет развиваться в дальнейшем событие. Если цена уйдет немножко ниже уровня, тогда можно искать уже продажи по нефти, и можно будет уже заходить либо на откатах ближайших, да, либо, соответственно, на ретесте данного уровня. То есть наша цель будет тогда 33,8, 33,20, 33,30 уровень. Этот уровень достаточно сильный и мощный, но будет, соответственно, в случае продажи, да, то есть цель, где мы будем фиксировать, либо будем фиксироваться хотя бы частично, да. Ну, а дальше второй вариант насчет покупок, к которому больше склоняюсь. Так, Валерий, что означает в данный момент поток отсутствует? Означает, что, возможно, нет трансляции просто-напросто. Вот, можно обновить страницу, Ctrl F5 за рефрешить страницу обычно помогает. Вот, так что по нефти пока наблюдаем, возможно, появятся какие-то сигналы к покупкам, больше склоняясь к тому, что вот этого уровня попытаемся отскочить, да. Отскочить примерно, опять же, до 35,40, 35,50 можно будет надеяться. Но заходить в текущий момент пока по нефти не советую. Дожидаемся подтверждения. Возможно, сейчас тут что-то наторгуется, и, возможно, двинемся вниз. Так что два варианта событий. Уровень у нас образовался, да, от этого уровня мы и работаем. Так, Ирина просит по евро повторить кратко, да. По евро пока внутри дня, да, ничего интересного не было. Попробовал я продажи. Как видите, продажи не пошли, да. Вот, продолжила евро свой рост. Надо смотреть уже на основе дневки. И, в принципе, ожидаю я, конечно, коррекции пониже, да. То есть буду искать моменты для продажи, но это не значит, что прямо сейчас, да. Каких-либо активных действий пока по евро советую не предпринимать. Выбрались высоко за уровень. Но я думаю, что к этому уровню еще вернемся. Где-то на нем немножко поторгуется, да. Вот, поэтому пока не спешите предпринимать какие-либо действия, потому что достаточно, скажем, неясная ситуация. Ну, по крайней мере, для меня неясная, да. Возможно, конечно, и продолжит свой рост, но в целом уже можно готовиться к продаже, можно искать продажи, по крайней мере, на текущий момент. Вот что, собственно, по евро-доллару и говорил. Да, не забываем, что завтра у нас будет non-farm payrolls выходить, и, возможно, весь рост, который там сегодня был, ну, либо не весь, да, частично будет откорректирован и приведен, скажем, к какому-то равнозначному, равнозначная стоимость, равнозначный оценок. Видим, нефть потихоньку карабкается, так что можно искать покупки, можно пробовать по нефти делать какие-то баи. Дальше, по канадцу. Давайте посмотрим, что по канадцу. На фоне укрепления нефти, также на некоторых своих внутренних факторах, да, канадец укрепляется, укрепляется достаточно непонятно, неплохо, но пока еще, скажем, есть здесь над чем поработать, да, насчет канадца. Вот, что сейчас можно, в принципе, ожидать. Ждем, как себя будет вести нефть, да, если нефть сейчас продолжит укрепляться, продолжит откатывать, я думаю, что канадец не применет воспользоваться ситуацией, и также последовать в нефть, да. Сейчас пока лично у меня каких-либо идей по канадцу нету. Много просматривал идей, да, что можно сделать, но пока, к сожалению, ничего не смотрится, а придумывать входы просто ради входов, конечно же, это неправильно. Так что, возможно, сейчас будет еще небольшая коррекция наверх, и возможно, возможно, продолжим снижаться. Да, опять же, это слово, ключевое слово «возможно». Если какие-то ситуации мне непонятны, я обычно их не пытаюсь там разбирать на атомы и молекулы, если хода не видно, то, в принципе, его, наверное, просто-напросто нет. Вот, дальше давайте посмотрим рублик. Открылся он с открытия довольно-таки резво, да, с огромным гэпом, потом гэп немножко решили закрыть. Дальше торгуемся на уровне, этот уровень я бы сначала уже раньше, примерно 76, да, уровень, то есть 76 плюс-минус пару копеек. Работал он у нас достаточно давно, этот уровень. И, так, вот, в принципе, этот уровень был у нас еще с января, да, 16-го года, а свою актуальность не теряет, и является сейчас, конечно, важным уровнем, можно сказать, поддержки, да, от которой, в принципе, и брыкается потихоньку рубль, но в случае, если этот уровень будет пробит, я думаю, что можно будет ожидать дальнейшего укрепления и дальнейшего снижения по российскому рублю вплоть до 72-71 значений, да, это ближайшие цели, которые можно, скажем, преследовать, да, в случае, опять же, если цена уйдет, конечно, ниже текущего уровня. Но пока ждем мы, как поведет себя нефть, чтобы рубль ушел, укрепился ниже этих уровней, да, нефть должна обновить свои максимумы. Максимум, напомню, это отметки чуть меньше, чем 36, да, то есть были, вот, ну, вернее, не чуть меньше, как раз-таки 36. Если мы обновим, то я думаю, что последует дальнейший рост по нефти, 35-98, 36 технический уровень. Дальше можно ожидать, что нефть начнет потихоньку-потихоньку карабкаться. Так, Валерий опять пишет. Подскажите, пожалуйста, вместо трансляции на экране запись в данный момент потока отсутствует. Звука тоже, звука тоже нет. Соответственно, к сожалению, не могу я пока в чат написать, не авторизован, да, если кто использователь может напишите, чтобы Валерий перезагрузил страницу, да, Ctrl F5 посоветуйте и все. Вот, возможно, это, конечно, поможет. Дальше. Так, канадец, мы прошли рубль, прошли. Давайте посмотрим по металлам. Вчера был хороший сигнал по серебру, но, увы, увы и ах, собственно, не видел этого сигнала и просто его проигнорировал, да. Вот он, собственно, наш уровень. Про этот уровень я много песен уже пел, что называется. Вот в 16 часов была возможность, но, увы. Ладно, возможность уже упущена. Что сейчас смотреть, что сейчас можно предположить, да, и какие выводы можно делать сейчас по серебру, да. Забрались достаточно высоко, 14.73, но это еще, что называется, не предел. В принципе, можно ожидать коррекции вниз. Так, Сергей задает вопрос. Какой уровень по евро-доллару мешает евро добраться до 1.35? Лично я не вижу препятствий, возможно, ошибаюсь. Ну, вообще, теоретически евро может стоить и полтора, и 1.7, и 1.4, да. Какой-то там уровень, который был в прошлом, он не особо влияет на текущую ситуацию, да. Здесь может влиять просто несколько моментов. Это во-первых. Во-вторых, ну, до 1.35, конечно, оптимистично. Возможно, в разрезе там полугодия, либо в разрезе там, ну, хотя бы 8-9 месяцев, это реально, там, 3 квартала, может быть, да. Но, учитывая, скажем, там, какой-нибудь интродейль, либо краткосрочные сделки, 1.35, конечно, очень высоко. Но в целом, в целом, может быть, да. Насчет уровней, уровни я смотрю именно там внутри дня, либо хотя бы дневные какие-то уровни, да. То есть мешают не сами уровни, мешают заявки трейдеров, да, и мешают также цели крупных игроков, которым, возможно, 1.35 не надо, да. В том числе и цели там того же Европейского Центрального Банка. Вот. Так что по серебру пока можно ожидать отката. Я думаю, откатимся в ближайшее время и попробуем еще раз перезайти в лонги, да. По золоту тоже самое. Был сигнал. Сидел вчера в Австралиице. Так, Сергей пишет, все ключевые вроде пробиты, да. Ну, ключевые это, которые были в прошлом. Сейчас буквально минутка я расскажу про золото. Да ладно, давайте сейчас вернемся к евро-доллару. По поводу ключевых уровней, не ключевых уровней и так далее, да. То есть то, что считается там ключевыми уровнями, да, это какие-то исторические уровни, которые там были, да. Вот, ну, здесь ключевых уровней я, если честно, не вижу. Там какие-то уровни прошлых максимумов, уровни прошлых минимумов. А в моменте каком-то они могут быть там поддержкой, либо сопротивлением только в том случае, что если кто-то воспринимает эти уровни исторические и начинает на этих уровнях размещать свои заявки, если этих заявок случается много, превышается объем, тогда этот уровень снова работает, да. Ведь уровень это не просто какая-то линия на графике, уровень это, собственно, интерес чей-то, да, это чьи-то заявки к цене, это кто-то желает там купить, кто-то желает, собственно, продать, да. Вот это уровень, а не то, что цена там нарисовала какой-то прямоугольник и ушла из этого прямоугольника. Нет, абсолютно, это геометрия вот эта рыночная, да, она абсолютно никакой не имеет отношения к торговле и вообще связи в целом, да, то есть уровень это просто зона чего-то интереса, да, кто проявляет интерес здесь, покупатель или продавцы, вот это будет уровень. Ну, ключевые они, не ключевые, тут говорить об этом, скажем, нет смысла, да, надо смотреть текущие уровни, которые работают, которые не работают, да, то есть то, что цена обновила какой-то максимум исторический, ну, ну и что, обновила и обновила, завтра она может скатиться и не обновить этот максимум в следующий раз, да, то есть это совсем не показатель торговли, то есть вот эти уровни. Надо смотреть уровни текущие, то, что сейчас есть и то, что толкает цену, да, то, что действительно толкает цену. Говорят нам тут по фунту, собирается вниз, ну, не знаю, как бы он прострелил вверх, да, пытается, да, действительно, можно поискать какие-то продажи по фунту. Можно поискать, да, где бы тут перезайти, но пока-пока, к сожалению, не видим. Бросим отложку под уровнем, лимитку, а дальше посмотрим, что из этого получится. Есть, да, возможность, предпосыл, что двинемся мы вниз, да, так что пока по фунту пока что такие мысли, хотя не мешало бы, конечно, дождаться выступления Карни, что он скажет по этому поводу, хотя его выступление уже будет буквально через 15 минут, да, как бы этот пробой не был ложный, хотя нет, не думаю, что ложный. Вот, ладно, пусть стоит пока отложка, по рынку запрыгивать не буду, да, и не советую другим. Так, Карен зайти не решился, я думаю, еще будет время, так что не переживайте. Вот, давайте закончим золотом и подведем просто итоги сегодняшнего обзора. Золото сейчас торгуется также на уровне, и от этого уровня будет дальше решаться, куда мы пойдем выше, ниже. Если, собственно, уходим ниже данного уровня, тогда можно искать точки на продажу, можно пробовать заходить в шорты по золоту, да. Вот, причем, что рассчитываю я, в принципе, что будет коррекция, возможно, до 11.30, и вполне вероятно, что от 11.30 и дальше продолжим рост. Я думаю, что будет откат, и надо бы его дождаться. Да, единственное, что не берусь прогнозировать, как скоро появится этот откат, как скоро появится такая возможность. Возможно, это будет через неделю, либо через две, но в целом можно ожидать. На текущий момент по золоту пока никаких идей нет. Думаю, что продолжим дальше карабкаться наверх, думаю, что продолжим расти, либо как минимум просто-напросто получим вот такой вот боковик, змейку, да, и с этой змейки уже надо ждать выхода, да, то, что будет, то, чего не будет. Такой обзор за сегодняшний день, такие идеи, я напомню, что завтра у нас ожидается выход non-farm payrolls, это один из не то, что сильнейших показателей, да, но один из показателей, на которых цена очень сильно, рынок на который реагирует, да, то есть цена на этот показатель сильно реагирует. То есть сказать, что он сильный, либо слабый, это неправильно. Вот, так что будьте внимательны, возможно, рынки, собственно, и выстроятся, да, в определенном порядке, порядок удастся прочитать и заработать на non-farm, но лучше все-таки не рисковать и зайти, допустим, либо до non-farm немножко поторговать, либо уже там в понедельник, вторник торговать новые идеи, новые ситуации, да. Пока каких-то таких ярых торговых идей нет, то, что зашел, вернее не зашел, выставил от ложки по устроиться по фунту, входы не самые, скажем, сильные, но в целом имеют право на жизнь. На этом у меня все, всем хорошего дня и до встречи на нашем обзоре завтра в 15.00. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok